Воспитанники детского сада Таншулпан отравились из-за неправильного питания. Дети жаловались на частые боли в животе. Сами родители провели собственное расследование причины недомоганий. Подробности у Бакатку Люкасовой. Диарея, боли в животе. Вот такие симптомы болезни наблюдаются у воспитанников детского сада Таншулпан. Родители детей провели собственное двухнедельное расследование. Выяснилось, что учащиеся получают в столовой детского сада вместо цельного молока сухие сливки, а сливочное масло заменяет маргарин. Начали проверять, мы ходили сюда снимать пробы питания. Мы, родители, завели дневник питания и выяснилось, что вместо масла дают маргарин. Молока цельного вообще нет, сухие сливки. У меня ребенок ни в жизни его не пил. Конечно, я все сопоставила, от чего у нас. Как-то у нее открылась диарея, 4 дня диарея была. Администрация нашего сада. Они говорят, это госзакупки того руководителя, то есть наши дети должны это доесть, получается, эту отраву, которая до 7 лет, вот этот спрятан, он до 7 лет противопоказан детям. Моему ребенку 3 года. Детский сад Таншалпан – государственное учреждение. Средства из бюджета выделяются на все сады поровну. Но родители замечают существенную разницу между питанием воспитанников детского сада Таншалпан и остальных садов Караганды. Ребенок ходит в другой садик. Ну, я просто интересовалась. То есть, да, они там едят фрукты в 11 часов, второй завтрак, киви или бананы, или яблоки регулярно. Питаются хорошо. Наши дети этого не едят. Я сама вот была на контроле на завтраке и на ужине. Каша. Рисовая каша. В минимуме написано. Это не каша. Это вот вода с рисом. Сотрудники и руководство детского сада Таншалпан уверяют, что продукты в учреждении соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Хотя проверка проводилась в прошлом году так же, как и государственные закупки. Словом, дети питаются остатками 2014-го. При этом работники детского сада отрицают симптомы кишечной инфекции среди детей. Кишечной инфекции нет. Я вам могу даже показать инфекционный журнал. Если бы дети болели, они бы не выходили в детский сад. Но они же ходят. Директор была до этого. Они заложили продукты. Мы это и доедаем. Понимаете? Директор детского сада Таншалпан работает в учреждении два месяца. К санитарно-эпидемиологической проверке детский сад готов, заверила директор. Мы собрали родителей, чтобы обсудить тему питания. Если СЭС проведет проверку, мы ее пройдем. Ну а пока родители совместно с сотрудниками детского сада Таншалпан провели общее собрание, где было решено, что от каждой группы будет представитель, контролирующий процесс питания детей. Теперь в планах обращение в прокуратуру. Пакет Гулюкасова, Рустам Бараев, Айдос Садыков, 5 канал.